Выборы президента в Рязанской области прошли без существенных нарушений. За легитимностью этой кампании следили члены избиркома, наблюдатели от общественной палаты региона, а также клуб избирателей, штаб которого работал в Рязани. Именно сюда стекалась информация со всех районов области. В основном обращения касались подкупа избирателей, незаконной агитации и размещения агитматериалов. Такое сообщение появилось в 5 утра из Шилова. У нас до дня голосования было всего 4 обращения. Для сравнения, на губернаторскую кампанию в сентябре 2017-го на день голосования было 5 обращений. В основном обращения касались фактов подкупа избирателей, фактов незаконной агитации, незаконных агитационных материалов. И вот пока, начиная с 8 утра, поступило одно обращение, опять-таки, на незаконное размещение агитационных материалов. В этом году впервые за соблюдением всех установленных процедур на избирательных участках Рязанской области следили 1700 наблюдателей от общественной палаты региона. В режиме онлайн они направляли оперативные данные в информационный центр областного клуба избирателей. Велась текстовая трансляция о ходе голосования из всех муниципальных образований. По инициативе общественной палаты региона также была организована горячая линия, которая принимала звонки о нарушениях избирательного законодательства. С помощью сайта карты нарушений РФ регистрировались и оценивались на объективность все жалобы и нарушения в ходе избирательного процесса. Только одна из жалоб потребовала рассмотрения обл. избирком. Она связана с дополнительной информацией на плакате с кандидатами, которые были размещены в участковой комиссии. На каждом избирательном участке у нас есть свои люди, которые докладывают о нарушениях. И мы непосредственно здесь уже смотрим, является ли это нарушением. И потом уже выкладываем, то есть проверяем информацию, правда ли так, является это нарушением. А потом же фиксируем на карте, в группе в Фейсбуке, в группе ВКонтакте. Всего в регионе работало свыше тысячи участков. В области было зарегистрировано более 920 тысяч избирателей. Явка в Рязанской области на президентские выборы составила 67%. Проголосовал и глава региона Николай Любимов. На избирательный участок в 4-м лицее он пришел с супругой. Надеюсь, что, конечно, большая часть людей придет, сегодня проголосует, поскольку это действительно наше будущее, будущее наших детей. Уверен, что отсидеться дома и посмотреть со стороны на то, как идет процесс, не удастся никому. Я считаю, что это заблуждение. Голос каждого человека очень важен. И хотя это право, а не обязанность принимать участие в голосовании за президента Российской Федерации, но это право надо использовать. Также глава региона поучаствовал в референдуме по благоустройству общественных пространств. В отдельных помещениях на участках для голосования горожан знакомили с проектами-кандидатами. Губернатора с проектами ознакомил руководитель администрации Рязани Сергей Крабасов. Я считаю, что это очень хорошее рейтинговое голосование, поскольку мы должны обязательно советоваться с людьми о том, что нужно, собственно говоря, развивать в городе, что нужно было бы устраивать в первую очередь. Все сразу сделать невозможно, но тем не менее то, что нужно людям больше, чем нечто другое, они должны выбрать сами. Проголосовать за общественные пространства в рамках проекта «Комфортная городская среда» рязанцы смогли на своих избирательных участках. Проекты благоустройства, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы уже в 2018 году. Также Любимов принял участие в конкурсе «Фотобаттл». Как обычно.